Стационарная урна для бюллетеня опечатывается. Выставлено время опечатывания, печать комиссии. В 7 утра опечатали и только после завершения первого дня голосования, после 8 часов вечера, снова вскроют и переместят бюллетени с этой стационарной урны в сейф-пакеты. Все процессы происходят под надзором наблюдателей, включая международных. Мы в течение трех дней будем здесь и наблюдать за выборами. Изучать ваш опыт, потому что, понимаете, иногда находишь новшество, которое можно рекомендовать другим странам, своей стране. Я сам азербайджанец из Азербайджана. Когда-то был, 20 лет я был депутатом Азербайджанского парламента. Поэтому для меня, как лично для гражданина, тоже интересно посмотреть, может набраться опыта и в дальнейшем тоже использовать. Думаю, что для нас есть вещи, которые лично меня будут интересовать, потому что у нас через два с чем-то месяца, два с половиной месяца будут парламентские выборы. Меня интересует трехдневная организация в связи с пандемией. У нас этого нету. У нас в один день все. Интересует тоже онлайн-голосование, потому что у нас как-то все пугаются от фальшификации выборов, когда есть онлайн-голосование. И есть некоторые вещи, которые мы будем смотреть и записывать себе. Для меня, думаю, что и само посвящение, и само участие в выборах будет интересно. Досрочное голосование на Камчатке началось еще 29 августа. На утро 17 сентября свой выбор сделали около двух тысяч жителей полуострова. Это порядка трех процентов всех избирателей Камчатского края. Сегодня выборная кампания стартовала по всей стране. И первым стал наш регион. 14 территориальных избирательных комиссий, 187 участковых, 8 из которых временные. На часах ровно в 8.00 на Камчатке открылись все избирательные участки. На одном из них, который расположен в здании Дворца молодежи, находится наша съемочная группа. На входе каждого избирателя встречает волонтер, который предлагает маску, перчатки, дезинфекцию рук и, конечно же, замер температуры. Все нормально? Спасибо. На участках соблюдены все меры санитарной безопасности. Члены комиссии прошли вакцинацию. На 23-м избирательном участке будут работать 12 человек посменно. На нашем избирательном участке на данный момент нас работает 7 человек. Остальные члены комиссии, их будет 5, они придут после обеда, так как трехдневное голосование и очень трудно находиться на избирательном участке все 12 часов. На 23-м избирательном участке зарегистрированы 1684 избирателя. Каждый, прошедший на голосование, получает одноразовые ручки. Чтобы разграничить потоки, предусмотрены отдельный вход и выход. Среди первых проголосовавших на этом избирательном участке семья Пинчук. Я думаю, на выборы должен прийти каждый. Занимать активную позицию мы должны. Прихожу на выборы часто. Это всем важно проголосовать, выполнить свой гражданский долг и сделать свой выбор. Какие надежды возлагаю? Ну, только хорошие, что Камчатка будет развиваться, что будет все прекрасно. И она и так становится лучше и лучше. Там все видят. Наталья Григорьевна работает учителем. Уроки в школе начинаются в 9 утра. Поэтому до работы она решила сходить на выборы. Говорит, этот процесс важен для каждого гражданина нашей страны. Мы должны понимать, кто у нас пойдет в депутаты, кто будет отстаивать наши интересы. Ну и, конечно, интерес России, нашего государства. На этом избирательном участке две стационарные урны, две кабинки для тайного голосования. Весь процесс фиксирует камера видеонаблюдения. О том, что на Камчатке запущен процесс голосования, председатель регионального избиркома Инга Иринина доложила по видеосвязи Центральной избирательной комиссии, которая расположена в Москве. Добрый вечер, Москва! И доброе утро, Камчатка! У нас прекрасное солнечное утро, у нас прекрасное настроение. Конечно, мы очень волнуемся, но вместе с тем мы сегодня готовы сказать, что предприняем все меры к тому, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным. Я могу доложить, что Камчатка начала процесс голосования в стране очень организованно, своевременно, в соответствии со всеми требованиями законодательства. Организаторы выборов сделали, чтобы процесс голосования был простым, доступным и безопасным. Напомню, выборы депутатов Госдумы Российской Федерации, 8-го созыва и регионального ЗАГС Собрания пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Резонат Ипва Алексей Кузьмин, информационное агентство Камчатка.